Михаил Зощенко. Бабушкин подарок. У меня была бабушка, и она меня очень горячо любила. Она каждый месяц приезжала к нам в гости и дарила нам игрушки. И вдобавок приносила с собой целую корзинку пирожных. И из всех пирожных она позволяла мне выбрать то, которое мне нравится. А мою старшую сестренку Люлю бабушка не очень любила и не позволяла ей выбирать пирожные. Она сама давала ей, какое придется. И от этого моя сестренка Люля всякий раз хныкала и сердилась больше на меня, чем на бабушку. В один прекрасный летний день бабушка приехала к нам на дачу. Она приехала на дачу и идет по саду. В одной руке у нее корзинка с пирожными, а в другой сумочка. И мы с Лелей подбежали к бабушке и с ней поздоровались. И с грустью увидели, что на этот раз, кроме пирожных, бабушка нам ничего не принесла. И тогда моя сестренка Люля сказала бабушке. Бабушка, а кроме пирожных, ты разве нам сегодня ничего не принесла? И моя бабушка рассердилась на Люлю и так ей ответила. Принесла. Но только не дам невоспитанные особи, которая так откровенно об этом спрашивает. Подарок получит благовоспитанный мальчик, Миня, который лучше всех на свете благодаря своему тактичному молчанию. И с этими словами бабушка велела мне протянуть руку. И на мою ладонь она положила десять новеньких монеток по десять копеек. И вот я стою, как дурачок, и с восторгом смотрю на новенькие монеты, которые лежат у меня на ладони. И Люля тоже смотрит на эти монеты и ничего не говорит. И только глазенки у нее сердито сверкают. Бабушка полюбовалась на меня и пошла пить чай. И тогда Люля силой ударила меня по руке снизу вверх. Так что все мои монетки подпрыгнули на ладони и попадали в траву и в канаву. И я так громко зарыдал, что сбежались все взрослые, папа, мама и бабушка. И все они моментально нагнулись и стали разыскивать упавшие мои монетки. И когда были собраны все монетки, кроме одной, бабушка сказала, «Видите, как правильно я поступила, что не дала Люльке ни одной монеты? Вот она какая завистливая особо, если думает не мне, так и не ему. Где, кстати, эта злодейка в настоящий момент?» Чтобы избежать трепки, Люля, оказывается, влезла на дерево и, сидя на дереве, дразнила меня и бабушку языком. Соседский мальчик Павлик хотел стрельнуть в Люльку из рогатки, но бабушка не позволила ему это сделать, потому что Люля могла упасть и сломать себе ногу. Бабушка не пошла на эту крайность и даже хотела отобрать у мальчика его рогатку. И тогда мальчик растердился на всех нас, и на бабушку в том числе, и издали стрельнул в нее из рогатки. Бабушка, ахнув, сказала, «Как это вам нравится? Из-за этой злодейки. Меня из рогатки подбили. Нет, я не буду к вам больше приезжать, чтобы не иметь подобных историй. Лучше вы привозите ко мне моего славного мальчика Миню, и я всякий раз буду дарить ему подарки». Папа сказал, «Хорошо, я так и сделаю. Но только вы, мамаша, напрасно хвалите Миньку. Конечно, Леля поступила нехорошо, но и Минька тоже не из лучших мальчиков на свете. Лучший мальчик на свете тот, который отдал бы своей сестренке несколько монеток, видя, что у нее ничего нету. И этим не довел бы свою сестру до зависти и злобы. Вот как ему надо было поступить, чтобы назваться лучшим мальчиком на свете. Сидя на своем дереве, Лелька сказала, «А лучшая бабушка на свете та, которая всем детям что-нибудь дарит, а не только Миньке». Минька по своей глупости все время молчит, и поэтому он получает лучшие подарки и пирожные. Бабушка не пожелала оставаться больше в саду, и все взрослые ушли на балкон пить чай. Тогда я сказал Леле, «Леля, слезь с дерева, я подарю тебе две монетки». Леля слезла с дерева, и я подарил ей две монетки, и в хорошем настроении пошел на балкон и сказал взрослым, «Все-таки бабушка оказалась права». Я лучший мальчик на свете. Я сейчас подарил Леле две монетки. Бабушка ахнула от восторга, и мама тоже ахнула, но папа, нахмурившись, сказал, «Нет, лучший мальчик на свете тот, который сделает что-нибудь хорошее, и после не будет хвастаться». И тогда я побежал в сад, нашел свою сестру и дал ей еще одну монетку, и ничего об этом не сказал взрослым. Итого у Леле стало три монетки. И четвертую она нашла в траве там, где она меня ударила по руке. И на все эти четыре монетки Леля купила мороженое. И она два часа его ела, наелась, и еще у нее осталось. А к вечеру у нее заболел живот, и она три дня пролежала в кровати. И вот дети. С тех пор прошло много лет. Но папины слова я до сих пор великолепно помню. Нет, мне, может быть, не удалось стать очень хорошим. Это очень трудно, но к этому, дети, я всегда стремился. И то хорошо.